Описать небо земными словами невозможно. Живя здесь, мы знаем, что мы здесь ненадолго. Никто отсюда живым не выйдет. И внутри каждого нормального человека есть желание чего-то лучшего. Да, небеса реальны. В меня врезался 40-тонный грузовик на узком мосту. Он ехал около 100 километров в час, я ехал около 80, он выехал на середину дороги и смял меня. Я погиб мгновенно, 4 скорые выехали на место происшествия. Помимо моей машины, грузовик зацепил еще две. Люди отделались царапинами, а я умер на месте. Шел дождь. Меня накрыли брезентом и ждали, пока приедут люди, чтобы оформить все бумаги и забрать мое тело. В тот же самый момент я стоял у небесных ворот, окруженный людьми, которых знал на земле. Я не знал, что в меня врезался грузовик, но я знал, что нахожусь не на земле. Я был в восторге. Если ты был на небесах, то обратно ты уже не хочешь. Я не знал, почему я там нахожусь. Пока не вернулся назад и мне не рассказали, что случилось. И то, когда я вернулся, я, кстати, тоже не знал. Пока не встретил людей, которые молились за меня. Я был очарован, заворожен, в экстазе. Я стою, и вокруг меня люди, которых я знал. И они выглядели великолепно. Если хотите выглядеть великолепно, то вы должны быть на небе. Действительно, они были превосходны в каждом смысле этого слова. И я тоже был великолепен, несмотря на то, что секунду назад получил множественные травмы. Мне раздробило ногу, оторвало руку. На небе у меня не было шрамов. Если у кого на небе есть шрамы, это Иисус, чтобы напомнить нам, какой ценой мы туда попали. Я видел этих людей. Это была непередаваемая встреча. Там была моя прабабушка. Была моя соседка, которая водила детей в церковь, и брала меня, когда я был ребенком. И все они помогли в моем пути на небо. Они мне говорили об Иисусе. Это была своего рода приемная делегация. Там было человек 50-60. Что интересно, когда они умерли, они были разного возраста, некоторые в школьном возрасте, некоторые в преклонном. Но там они были без признаков старости. Они были узнаваемы. Я понял, где я, потому что я знал, где были они. Я хотел быть с ними, остаться, испытывать величие, великолепие небес, жемчужные ворота, которые переливаются жемчугом, золотые улицы, парящие вокруг ангелы. А музыка там, превыше всякого представления. Это не просто музыка, это целый букет музыки. И несмотря на то, что одновременно я слышал много песен, это не было хаосом. Я мог различить каждую из них своим небесным слухом. Эта музыка все еще звучит во мне. Это мое самое яркое переживание. Я до сих пор закрываю глаза, и все еще слышу эту музыку. Я хочу на небо. Но я хочу взять с собой всех, кого только смогу. И это важное решение каждого, которое не терпит отлагательства. Я вообще-то в церковь ехал, когда это произошло. Поэтому, нам нужно к этому приготовиться. Нам нужно быть к этому готовыми сейчас, потому что это абсолютно все реально. Помимо моей машины, грузовик задел еще две. Но, к счастью, там никто сильно не пострадал. Они отделались легкими царапинами. Меня обследовали четыре разных работника скорой, и пришли к выводу, что я мертв. Меня накрыли брезентом, чтобы никто не видел этой кровавой сцены, и ждали представителей власти, чтобы подписать бумаги и увести тело. А в это время движение на мосту остановилось. И образовалась целая очередь в несколько километров. Один пастор, который ехал с той же конференции, что и я, вышел посмотреть, почему люди стоят. Он увидел, что случилось, и спросил, не надо ли за кого-то помолиться. Полицейский сказал, что все в порядке, а водитель красного эскорта мертв. Это то, что ему сказали, когда он сказал ему это, пастор почувствовал, что Бог говорит ему, молись за человека в красной машине. Позже он рассказал, что услышал голос настолько ясно, что он был вынужден это сделать. Он подошел к полицейскому, и сказал, что хочет помолиться за меня. Полицейский сказал, ты что, не слышал, что я сказал? Он мертв. Да, я знаю, но Бог сказал мне молиться за него. В общем, сошлись два сильных характера, возник небольшой спор. В конце концов, пастор сказал, что он пошел молиться, и направился к машине. Полицейские это видели, но уже не стали ему препятствовать. Он забрался в мою машину, положил мне руку на плечо. Он был в машине, под брезентом, вместе с моим телом. Он положил мне руку на плечо, и стал молиться, прошло 90 минут. Авария произошла в 11.45. В 1.15 он все еще в разбитой машине, и он поет старую хорошую песню, что за друга мы имеем. И он поет слова, потому что не приносим все в молитве Богу мы. Его рука на моем плече. И вдруг, я начинаю петь эту песню вместе с ним. Я в это время проходил через ворота. Но, и поскольку я новичок, я медленно иду вперед. Все расступаются, освобождают мне дорогу, приглашают меня вперед. Я смотрю на эти потрясающие строения. Далеко впереди я вижу великолепную вершину, и там Господь. И я иду к нему. Это тот, кого я хочу видеть. И вдруг, все замирает. И я слышу, какой-то голос, который поет за мной, что за друга мы имеем. И так же быстро, как я оказался на небе, так же быстро я оказался обратно в искореженной машине. Я пытался понять, что же произошло. Было темно, я был накрыт брезентом. Я не знал, что я попал в аварию, не знал, чей это голос поет, не знал, почему я пою. Я не чувствовал боли, из-за шока. Уже потом, несколько часов спустя, была невероятная боль. Я поломал обе ноги, и мне оторвало левую руку. Меня продавило рулем, голову раздавило. Мне предстояло пережить 34 операции и 13 месяцев, не двигаясь, пролежать в больничной койке. А потом снова учиться ходить. У меня не было смертных переживаний. Когда ты полтора часа мертв, это не околосмертные переживания. Я был мертв. И я верю, что я вернулся назад из-за молитвы этого человека. В тот момент Бог ответил на его молитву, и я вернулся. Не потому, что я хотел вернуться, но потому, что мне надо было сказать, небеса реальны. Там я видел цвета, которых раньше никогда не видел. Все было ярче. Я часто говорю, что небо, это взрыв восприятия, зрения, звука, осязания. Это настолько больше всего, что мы когда-либо встречали на земле. Иногда на земле мы можем видеть крупицу этой красоты. Мы видим прекрасный закат, мы стоим на краю Ниагарского водопада или Великого каньона. И мы можем видеть эти прекрасные вещи, но ничего из этого не сопоставимо с небесами. Это место Бога, и Он может его сделать таким, каким хочет. И Он выбрал сделать рай таким прекрасным и захватывающим местом из всех, и таким оно и должно быть. И более того, оно превосходит все из того, что я читал. Я много раз читал его описания, но реальность многократно превосходила все, что я знал. О цвете, который есть в рае. Это находится в спектре цветов, которые мы знаем. Но они обладают огромной выразительностью, яркостью. В общем, я скажу так, эти цвета были живыми. Музыка была живой. Она входит внутрь тебя, это просто окрыляет тебя. Вообще, музыка была самой яркой моей памятью. Я не дождусь, когда я снова услышу ее. Если мы знаем, куда идем после этого, наша жизнь уже сейчас должна быть гораздо лучше, радостнее и прекрасней. Но по нам, христианам, этого не видно. Часто мы выглядим, будто нас побили. Как будто мы побежденные, сломанные. Я знаю, что это такое. Мне было тяжело эти 13 месяцев в койке. Я скажу, что у меня самого появилось депрессивное состояние. И было очень легко пройти все это. Люди спрашивают, можно ли проповеднику впадать в депрессию. Я скажу, что я был в депрессии. Я лежал 13 месяцев прикованным к койке, и никто не знал, буду ли я ходить, смогу ли я когда-то использовать мою левую руку. Я не знал, сделаю ли я в жизни еще что-либо стоящее. На мне были одеты эти огромные фиксаторы с длинными прутами, чтобы нарастить 10 сантиметров кости. И эти пруты мне подкручивали 4 раза в день. Я, если честно, потерял надежду, что я смогу делать что-либо стоящее, и одним утром Бог проговорил ко мне. Как ты пройдешь через это, это будет помогать другим проходить через это. Надо взять из этой ситуации свое разочарование, принять из него небесное послание и употребить его на высшее призвание. Была ли обида, что меня вернули? Временами я это испытывал. Но не думаю, что Бог сильно расстроен нашими обидами. Знаете, лучше мы будем даже обижены на Бога, нежели мы будем его игнорировать. Я был в смущении. Когда я лежал в больничной койке 13 месяцев, я не мог ни повернуться, ни встать, ничего такого. А когда ты лежишь на спине, то ты всегда смотришь только наверх. Другого выбора у меня не было. Я спрашивал, почему? Всеми возможными способами. И я думаю, что сейчас я знаю. У меня есть сейчас лучший ответ, чем был сразу после этого. Небеса реальны, и каждый может туда пойти. Ты можешь жить полноценной жизнью, чтобы с тобой не случилось. Ты можешь попасть в нокдаун, но ты не в нокауте. Ты можешь взять обстоятельства твоей жизни и использовать их. И он может это использовать. Он дал мне пройти через все это, но я с нетерпением, ожидаю того, когда вернусь снова на небеса. Я абсолютно не хотел сюда возвращаться. Но у меня не было выбора. Я хочу сейчас взбодрить каждого, Богом. Ты можешь преодолеть все, чтобы это не было. Любые обстоятельства в твоей жизни. Возможно, ты потерял работу, которая была у тебя много лет. Или ты на пути финансового разорения. Может, обстоятельства тебя захлестнули, и тянут ко дну. Ты потерял близкого человека. Возможно, твой брак на грани развода. Или ты борешься с сильной зависимостью. И ты думаешь, как я через это пройду. С Богом ты пройдешь это, и будешь помогать другим проходить через это. Как человек может попасть на небо, незадолго до того, как пойти на смерть, Христос сказал, что он понимает страдания лучше, чем я. Один из учеников задал ему тот же вопрос. Как нам попасть на небеса? Куда ты идешь? Ты оставляешь нас. Куда ты идешь? Я путь. Я иду приготовить вам место, чтобы вы были где я. А куда я иду? Вы знаете, и путь знаете. Фома ответил. Нет, не знаем. Куда ты идешь? Иисус сказал. Я есть путь. Я есть истина, и я жизнь. Никто не сможет прийти к Отцу, как только через меня. Я оказался на небе потому, что я знал путь. Иисус есть путь. И основываясь на послании Евангелия и моем личном опыте, я со всей ответственностью заявляю, ты будешь на небе, если твой путь Христос. На основании обещания Бога и на моем личном опыте, Иисус есть путь на небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok